Добрый день, друзья! Зима сейчас в самом разгаре и пришла пора рассказать вам о горнолыжных курортах Сербии. И начнем мы, пожалуй, с официального сайта Скияриста, Сербия. На сайте Скияриста, Сербия вы можете увидеть следующую информацию. Во-первых, выбрать себе один из четырех курортов, предложенных здесь. Но я сразу хочу отметить, что всего в Сербии их порядка десяти. Есть для экстремалов, есть для любителей, есть и для детей. Цены везде разные. Рассмотрим это на примере Капаоника из Латибора. Безусловно, Капаоник – это лидер горнолыжки Сербии. Здесь столько всевозможных трасс, что только на изучение карты вам потребуется немало времени. Цены на подъемник, само собой разумеется, здесь выше, чем в других местах. И здесь же мы можем их и сравнить, скачав таблицу даты длительности пребывания. Это мы сейчас и сделаем. Как видите, цена карты Капаоника на один день – 3400 динар. Златибора – 2500. Недельный джеский пас будет вам стоить 16000 и 8500 динар соответственно. Скидка начинается сразу с покупки карты на два дня. Карты именные. Процесс выдачи немного, как мне кажется, затянут и связан это с невероятным количеством катающихся. За те четыре года, что я живу в Сербии, на моих глазах курорт Капаоник значительно разросся. И теперь там можно не только забронировать отель, но и купить себе недвижимость. Цены на отель выросли. И если в летнее время цена номера в хорошем отеле стоит порядка 15-30 евро, то зимой это 80-200 евро за ночь. Но в принципе, если вы едете группой в 5-8 человек, неплохим вариантом размещения станет шалэ или зимний дом. Если же вы ограничены в деньгах, то есть еще один вариант. И сейчас я вам о нем расскажу. Обычно люди всегда разглядывают на букинги или других площадках отелей, как можно ближе расположенные к центру Капаоника. С открытием трассы Корчмар появилась возможность селиться у подножия горы в поселке Берзечи. По сезонным ценам в 15-40 евро. Опять же, с паркингом меньше проблем. Ведь в самом Капаонике после 12-ти воткнуться негде. Парковка минимум 500 динар. И совсем не факт, что вы найдете свою машину целой и невредимой. Легкие столкновения и повреждения автомобиля здесь обычное явление. Так вот, селитесь недорого в Берзечи, там же и рестораны подешевле, садитесь в лифт и вы наконец на горе. Ну а дальше куда захотите. Трассы связаны между собой. Комплект аренды снаряжения в Берзечи тоже дешевле почти два раза. Действует система скидок, цены вы можете посмотреть здесь. У кого нет гугл-переводчика, скажу, что в среднем взять боты, лыжи и палки на горе стоит 1000 динар. И вот еще вам на заметку. В прошлом году я останавливался в отеле Вилла Милморе. Очень неплохой отель. Несмотря на то, что он расположен не совсем близко от центра, отель предоставляет бесплатный автобус до центральной площадки и хорошую скидку на ренту снаряжения. И это не единственный отель, имеющий такую услугу. Подробнее узнавайте при бронировании. Что касается новичков. В Капаонике действует неплохая школа индивидуальных инструкторов, разговаривающих на разных языках. И вы сразу их узнаете по ярким кабинезонам. Стоимость 28 евро в час. Но поверьте, они отрабатывают свои деньги с лихвой. На моих глазах, вот уже третий раз подряд, совершенно ничего не знающие и не умеющие, через час съезжают с горы полностью самостоятельно. А через два они становятся похожими на профи. Подробнее о Капаонике можно узнать вот на этом сайте. В этом году я снова был в Капаонике. Впрочем, как и обычно каждый год. Но, к моему большому сожалению, в этот раз я камеру с собой не брал. К нам приезжали друзья. И в ППХ мы забыли ее дома. Поэтому могу поделиться с вами только личными впечатлениями и небольшим количеством фотографий. Дело было вечером, делать было нечего. А не поехать ли нам на Капаоник? Сказал мне сынок. Я давно на сноуборке хотел покататься. Да и ты на лыжах попробуешь. Сказано, сделано. Мы в Капаонике. Взяли, значит, лыжи, в которых я как корова найду. Загрузили с горем пополам в подъемник. Едем. Через некоторое время, когда начало уже не было видно, а конец еще не намечался, я осознал, что погорячился и сказал прямо без обильников, что с горы пойду пешком. Видал я эти эксперименты. Наверху меня еще подъемником удачно зацепило, и я растянулся сразу, не отходя от кассы. И уже было снял лыжи, чтобы достойно и гордо отнести их вниз на руках. Но мой сынок, дай бог ему здоровья, не переставая ржать и подначивать, сказал, Слышь, батя, а ты че, не мужик что ли? Все будет хорошо. Ну да. Хорошо случилось прямо на 50-м метре спуска, когда я неуправляемой торпедой сиганул в кусты промеж елок. Оооо, вы когда-нибудь вылазили из снега высотой так сантиметров 50-60? Через полчаса, когда я наконец дополз до трассы, сил уже не было, и очень сильно болел вывихнутый палец. Потом, сколько себя помню, я снова улетал и поднимался, свернул себе еще пару конечностей, и наконец добрался все-таки до финиша. Полежав немножко, чтобы унилась дрожь в коленках, я пошел. Ну, куда бы вы подумали? Да, правильно, к подъемнику. Можно назвать это идиотизмом, но порой трудности меня заводят, и тогда очень тяжело остановиться. Но в этот раз я решил перехитрить всех и попробовать с маленькой горки для детей. Выехал, значит, я по синенькой, еду, никого не сшибаю, и тот черт меня дернул повернуть на другую сторону холма, где все было красненькое и черненькое. Но повторяю снова, тогда я еще не познал этих таинственных знаков судьбы. Не насторожило меня и то, что маячивший впереди лыжник, как-то подозрительно быстро исчез с горизонта. Ну, в общем, с той стороны, как оказалось, идет очень длинный и крутой спуск, длиною более чем километр. А пока я так потихонечку подкатывался к обрыву, потому что сложно назвать склоном ту фигню, которая расположена под углом чуть ли не 90 градусов. А дальше горы услышали вопль смертника. А те немногие, отваживающие сюда спуститься, испуганно шарахнули в стороны. Потому что никому не хочется встретиться с Этнером, разогнавшись до скорости кометы. Ой, спуск был стремительным, красивым, но недолгим. На небольшой окочке я сгнул ввысь и сразу же превратился с горнолыжника в прогула с трамплина. Правда, на этом все показательные выступления тут же и закончились. Боже, как я шмякнулся. Это надо было снять однозначно. Минуты три я только в себя приходил, пока доброжелатели подвозили мне палки и лыжи, разбросанные по всему склону. В общем, нормально как спустился. Только теперь у меня не работало процентов сорок всего тела. Зато дурная голова пахала так, что я снова поперся совершать очередной акт самоубийства. Голова думала логично и в принципе довольно здраво, что, мол, хватит испытывать судьбу. Пойдем осваивать технику. Ты можешь, ты должен, ты умеешь. Начни с песочницы. Ну, что тут можно сказать? На маленькой, после не маленькой, я ни разу не упал и даже совсем не матерился. Вот что значит шоковое ускоренное обучение. Голова разочаровалась и поэтому, несмотря на то, что я предпочитаю в жизни синий, я поперся снова на красный. А потом еще раз и еще и еще и еще. И в конце концов все-таки съехал достойно. В раскоряк, конечно, но не упал. Это была небольшая, хоть и пирова, но победа. Почему пирова? Да потому что живого места на теле не осталось. От слова совсем. И вот тут нам с сыном засвербила черная мысль про черную метку. Лавры шумахера не давали покоя. И хотя к этому моменту я выглядел и двигался как робот, решено было, что если и не съедем с пика, то хотя бы посмотрим, что там и как. Так, снова к подъемнику рядом присели две сумасшедшие девки. Нормальные люди туда не ходят. Поднимаемся, значит, на самую вершину, где орлы летают. Приближаемся к туману, не страшно. Но спустя минуту девки начинают выть не своим голосом. А теперь я знаю, что такое ледяная буря. Или проще сказать, конец света. За две минуты до конца подъема мы попали в такой ужас. В двух словах и не опишешь. Я отрывал ледяную корку с лица. Ветер безумно рывал кожу ледяными иглами. Короче, доехали. А куда спускаться, черт его знает. Ничего не видать вообще. Гора покрылась замерзшим настом и превратилась в каток со спуском. Вот там-то я и грохнулся хорошенько напоследок еще раз. И отбил себе последнюю, неповрежденную раннюю часть. Голову. И знаете что? Дурная голова, несмотря на звон в ушах, сразу поумнела. Сказала, Олежа, хватит экспериментов. Завязывай-ка ты с этими делами. Как я радовался, когда спустился оттуда живой. Словами не передать. Ну а вечером тело сообщило мне, что оно отыграется за все, что я с ним сделала. Утро было кошмарным и ужасным. Я не мог сидеть, потому что болела задница. Я не мог лежать, потому что болела спина. Я не мог держать кружку, потому что кисти болели так, что мама дорогая. Я не мог смеяться над собой. Пресс, спрятанный под надежным слоем лишнего, тоже болел. Да что там говорить, я даже штаны дни мог натянуть. Ноги не поднимались. Ходил в присядку. Как я потом еще три часа до дома за рулем провел? Вообще не знаю. Но я доволен. Не забываемое ощущение. Поеду ли еще раз? Конечно, в этот раз мне не удалось. Я выступал здесь в качестве переводчика. Но надеюсь, что я здесь надолго обосновался. И это моя не последняя эпопея. Ведь дурная голова-то. После всех событий. Восстановилась первой. На этом сегодня все. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.